Друзья, всем привет! Я на улице Шорса, на Грушевке, в лифту. Сейчас я делаю доставку кейтеринга АМ. Торт и ореховый, это кондитерка. И кейтеринг АМ, это вот такая вкусная еда. Если вы тоже хотите, чтобы я вам, как доставщик, привез такую еду, вы можете переходить в аккаунт в Инстаграме. Торт и ореховый, кейтеринг АМ. Наши жены все вам сделают и привезут быстро и вкусно. А я вам это все с радостью ранним утром, в 7 утра доставлю до дверей. А сейчас будет выпуск про заброшки Грушевки. Вот сразу, чтобы вы понимали, на какой мы находимся улице. И какие домики здесь есть. Вот такая вот улица Разинская. Я уже ходил вокруг да около нее. Вот покажу вам еще. Домик, я не знаю, заброшенный или жилой. Есть вон и табличка циферки, и буковки. И вот так вот это все выглядит. Давайте попробуем туда постукать. К сожалению, закрыто. Дом выглядит вот так. В целом улица достаточно милая. Давайте пройдемся по ней, потому что как раз этот деревянный Минск скоро пойдет под снос. Возле этого домика, с которого я бы очень хотел табличку, мимо него мы пройдемся дальше. Вокруг плодовые деревья и красивые одноэтажные деревянные домики со ставнями. Напоминаю, что так как это район Грушевка, здесь все дома выкрашены либо в рыжий, либо в красный цвет. Такой вот в свое время был дизайн-код. Во дворе тоже все хорошо организовано. Очень хорошо, когда дома покрашены в единый цвет и есть единая стилистика. И еще очень хорошо, что большинство людей не позашивали свои дома сайдингом. Может быть, у них на это просто не было денег. А может быть, здесь именно был запрет на какие-то конструктивные изменения дома. Несогласованное. Вот еще одна железная эмалированная табличка вверху. Ох, как же мне бы хотелось сюда попасть. На противоположной стороне притаился сгоревший дом с обваленной крышей. Почему бы в него не залезть? Тем более для этого есть все условия. Вот так он выглядит. И бревна такие, рубы-перерубы. Не круглый сруб, а сделали квадратные бревнышки. По такой шведской технологии. Прикольно. Надо тут полазить. Еще, что характерно, я иду по этому району. Он называется Грушевка. И я смотрю на плодовые деревья, которые здесь. И на самом деле груш здесь очень мало. Здесь в основном вишни, яблони и очень мало деревьев, именно груши. Почему? В район же называется Грушевка. Странно. Чтобы вы понимали весь колорит частного сектора. Вот поглядите, какой симпатичный кирпичный дом. На нем много всяких навесных мелких артефактов. Тут помимо табличек, еще красотейнейшая кирпичная кладка. И всякие старые швиллера торчат, петли. Вот эти вот чашки керамические. Вставки камней. Как будто я в какой-то агроусадьбе. Вот это вот, поглядите, какая с замочками штука заслуживает внимания. В общем, я бы вот это сохранил бы, как реально памятник архитектуры. Вот полностью эту застройку. Это того заслуживает. Интересно, какого года вот эти пилястры и вот эти вот всякие навесные элементы без мэны. Мне кажется, он нашел просто это у себя на дворе, но не выкинул, не сдал на металл. А вот так вот деликатно повесил снаружи, чтобы людям было в радость. Вот тоже симпатичный домик с зелеными ставнями. Две ставни открыты, две ставни наглухо закрыты. Табличку, видимо, в Урдалаке уже свинтили. Остался только вот этот листик в файлике. А здесь еще есть такая табличка. Ой! Вот мне кажется, Вите бы мусорщику здесь понравилось. Витя, выезжай. Максим ЛМ тоже приготовится. Я вам подробно поснимаю, что тут лежит. Какие-то тостеры, какие-то сумки. Здесь явно жил какой-то Плюшкин. Старые чемоданы. И даже, глядите, еще одна табличка. Вот вверху была табличка кабель или кабель. Может быть, здесь жил альфа-самец советская. И вот еще одна табличка, только в более худшем сохране. А тут валяются всякие рекламные конструкции, офисная техника, пакеты с Валберис, офисные стулья. И вон притаилась старая машина БМВ. Старая ешечка, как в клипе Океана Эльзы про машину. Вау! Здесь столько раритетов, почему это все так запущено. Объясните. Вы знаете, очень хочется, конечно, пробраться в этот приют Плюшкина. И посмотреть. А если он здесь еще и живет до сих пор, то, конечно, было бы интересно побеседовать с этим замечательным соседом. То есть, представляете, вы живете вот в том домике, например, а вот тут у вас под боком поселился замечательный сосед. Тут даже две машины БМВ, а вот это даже не могу понять. То ли Ауди сотка, то ли еще что-то. Ну, в общем, здесь только на металл сдать будет долларов 500, наверное. Наверное, если все это скурпулезно перебрать. Потому что вон и швелера торчат, и железяки, и всякие балки, шклянки, и куча чемоданов. Да, мне кажется, тут даже минская свалка, она, вот эта вот заброшка, может с минской свалкой побороться за пальма первенства. Друзья, мы с вами находимся в Грушевке. И, как вы видите, это очередная заброшка. Напишите, что сделать. Отогнуть вот эту вот штучку и залезть туда, посмотреть, что там лежит. Или нет, не надо. Ну-ка, давайте в комментариях. Еще я люблю старый частный сектор за то, что все домики с каким-то своим колоритом характером. Вот деревянный со штакетом. Вот здесь вот из красного кирпича. Но некоторые кирпичи ложили на бок для красоты, чтобы подчеркнуть рельефность. И здесь выделены окна. Напоминаю, что любой дом смотрится в сто раз пизже, если окна выделять каким-то хотя бы орнаментом. Тогда оно смотрится объемнее. А вот забор, видимо, люди пересмотрели фильм Барби голливудский. Здесь вот все симпатично тоже. Сейчас, кстати, спросим. Здрасте. Слушайте, а вы в Грушевке тут живете? А вы в Грушевке живете тут? Да. А не расскажите вон про тот дом Плюшкина, где куча машин стоит и мусора накидан. Не знаете, он жилой, не жилой? Походу вот как двери, эти окна открыты, жилой. А так я не видел. Может, с той стороны вход в них? А я постукал, там никого нет. Я хотел посмотреть. Может, с той стороны, вот где железные ворота. С этой стороны так все закрыто. А вы тут живете? Ну, ясно. А вас под снос или этот квартал не будут сносить? Вы не в курсе? 20 лет назад должны были снести. Ну, вот сейчас там Разина сносят, Чигуночный 6, который ближе к Жуково. Ну, сносим, Жуково снеслишь. Ну, вообще все переделывалось. Покупали дом. Вот эти вот еще старые дома. О, да, кстати. Четыре семьи, наверное, живут. Ладно, пойду их пофотку. Ну, посмотрите. Так, ребятки. Дом на четыре семьи. Колоритный грушевский дом. Вот такой нужно снимать, фотографировать, сохранять. Какая милота. Единственное, что портит этот частный сектор, это вот эта вот неубранная под землю газовая труба. Ну, как так можно? Такая деревянная архитектура, такая красотища. И вот почему нельзя было вкопать эту гребаную трубу внутрь и раздать всем газ из-под земли. Это же не сильно дорого. Я не понимаю. Ставни открыты. Вот раз, два, три. Ну, да, получается дом на четыре семьи. И два входа в нем. Забавно. Такие всякие деревянные элементы. Видно, что не богато живут, потому что даже нет у них здесь стеклопакетов. Но при этом это уютно. С одной стороны, это и лучше. Зато вся застройка, вся эта деревяшка сохранилась. Жалко, что это не перенесут в какой-нибудь музей этнографии. Здрасте. А не расскажите что-нибудь про район, про этот, про Грушевку? А что у нас на него было? Когда заселилась? Будут ли сносить? Есть ли какие-то интересные домики старинные, вот, с точки зрения деревянной архитектуры? Ну, я насчет этого ничего не скажу, потому что мы сами недавно купили. Ну, так недавно. А, ну, мне ваш муж, наверное, сказал, что вы купили недавно этот дом. Да, это река ли? В 1935. Поэтому тут до нас, вот наш дом до 17-го года была постройка. Дореволюционный? Да, да, до революционный поэт. Нет, сейчас этого остались только в верхней части, это самое, остальное было все по отбившим. Мы там застраивали. Но полную информацию, знаете, то и что вам могут дать. В школе номер третьей есть именно по Грушевке музей. Ух ты. Пришкольный. Ух ты. Поэтому там больше информации за получите. Хорошо, спасибо. А еще тогда вопрос, а вы не знаете, кто живет вот в этом доме, где куча мусора накидано, как Плюшкин такой? Я постукал, но там никого нету. Там никого нету, они получили квартиру в свое время, купили. Этот дом на две половины. Я заметил, да. Так вот, зеленые ставинки, которые открыты, у них вот металлические вот ворота. Вот с этой стороны. Вот железнодорожные, вот с этой стороны. А, вот с этой? С этой. А там еще, вот это, это низенькие маленькие, а кирпичные, там совсем другие люди живут. Кирпичный мне вообще понравился, что это кладка стеновая. Там тоже был очень ветхий домик. И когда хозяева умерли, там жил, была бабка очень, когда мы селились с этим сыном, инвалидом, больной на голову был. И когда они умерли, нашлись родственники, и они вот обложили. Красиво. Там кино снимают, два раза приезжали. Да. Ой, зайду к ним сейчас поспрашиваю, это интересно. Ясно, спасибо вам. Ребятки, это дом, оказывается, в котором снимали кино. Ну, я сразу заметил, что он выглядит очень кинематографично. Поэтому, сами видите, я был даже прав. И вот местная жительница меня подтвердила в моих сомнениях и убеждениях. Ладненько. Давайте перейдем и попробуем все-таки постукать туда в двери. Получается, Плюшкин уже не живет там. А вторая половинка дома, где ставни открыты, там теплится жизнь. Вот. Вот было бы интересно зайти к ним на огонек. Вот. Тут достаточно симпатично. Вот такая вот дырка, наверное, для кота. Или, может быть, чтобы молочник приносил молоко. А, или, наверное, там что-то открывать в шморгалку. Здрасте. Здравствуйте. Есть кто? Здравствуйте. Извините за беспокойство. Я просто фотограф, хожу, снимаю прогрушевку. А вы не расскажите немножко про эти дома и вот про этого соседа Плюшкина? Не знаю, про этого не скажу. А там живет вообще кто-то в той части дома? Никто не живет, но у меня нет. А, понятно. А зачем наносили столько всякого? А уж у меня спрашивайте. Ну, я же не знаю, вы просто рядом. Собирает он. А, то есть у него такое хобби. Я понял. Слушайте, а у вас тут так все красиво обустроено, а вот этот дом, мне сказали, что тут снимали даже кино какое-то. Снимали кино, прибывая, приезжали. Да? Так а тут какие-то творческие люди именно живут? Ну, здесь этот, что я тут любим. Ух ты. Ясно. Может, еще что-то? Расскажите, интересно. Ну, вас сносят или этот квартальчик останется? Наверное, нас висит куда-нибудь. Я понял. Хорошо. А можно у вас тут немножко похорить? Я не хозяин. А, ну, ясно. Походите вечером, хозяйка придет. Да? Ну, ладно, я, может, туда заскочу. Если она будет не против, я бы с радостью проснимал. Вот, ребятки, будем ждать, дождемся вечера. И если я снова к вечеру окажусь на грушу, то мы обязательно зайдем и поснимаем этой миленькой женщине. Вот такие тут интересные виды. Чтобы вы понимали локацию, дальнейший наш destination – это пройтись по Завулку Джигуношному. Вот он. А вот, кстати, очень огромный дом. Глядите, три этажа. Явно там есть сокольный четвертый уровень. И вот если вот эти дома расселят, и жильцы скорее будут рады от приобретения новой жилплощади, то, мне кажется, хозяин вот этого красно-кирпичного огромного дома высорит кирпичей больше, чем пошло на этот дом, когда его будут выселять. Потому что вряд ли ему дадут полноценное, равноценное по площади жилье вот за это, за все. Печально. Единственное, за что я могу сказать спасибо большинству минчан, что когда они реставрировали и обшивали шубой вот эти деревянные дома, они не выкинули, а сохранили вот эти эмалированные таблички, где написано улица Чигуношная. Ой, думал, живая утка, но на самом деле это обычная керамическая бетонная уточка. Здесь вот тоже милый дворик. Так, тут у нас теплопункт. Вот тоже еще одна необычная табличка на улице Железнодорожная. Так, снимаю широким углом. Вот еще один переулок, второй Железнодорожный. И здесь вот такой вот тоже симпатичный, жилой, пока что еще частный сектор. У людей открыты окна, покошена трава, вокруг всякое хозяйство. Вон, видите, висят тазики, таблички уличные покосившиеся. Котик сидит. И вот такая, видите, табличка-домик есть. Деланная, переделанная, уже самостоятельно модернизированная. Очень маленькие окна. Вот тоже каноничный деревянный дом, как он есть в полном сохране, полнейшем. И у него такой приятный персиково-розовый цвет. На подоконнике можно увидеть баранки и печенья, которые лежат на кухне. Еще один домик с красивыми ставнями и наличниками. Красный и вот этот розовый, точнее, домик вообще зачет. Посмотрите, какая необычная у него архитектура деревянная. А вот огороженная территория, где дерево, срубленное с дуплом, стало частью этого забора. Его включили в систему ограждения и, возможно, видеонаблюдение. Этот дом, мы начинали с него выпуск, который отселенный и весь поросший. Но там внутри какое-то производство маленькое, организованное. Ну, этот симпатичный дом, я думаю, вы видели тоже в начале выпуска. Половина прям ухоженно покрашена. Вторая половина, видимо, тоже немножко отселена. Но заслуживает внимания. А здесь вот тоже какой-то сталинский дом с необычными фресками. Давайте зайдем и поснимаем, что это за он. Поглядите, какая на нем советская мозаика. Слава богу, ремонт эту музыкальную школу не тронул. Глядите, такие на бетоне сделаны цветные скрипки, буслы. Вот это мне очень нравится. Люблю такое. Достаточно скудная архитектура, которую массово застраивали тогда весь Союз. Но очень хорошо, что сделали вот такие бетонные штучки. Здание сразу выделяется на общем фоне и не смотрится штампованным. Красиво. Это красиво. Вот такая вековая ель, которая проросла. И даже она... Провода заставляют уйти вниз. Видите, она стоит и не дает проводам пройти дальше, вперед. Домик обложенный просто кирпичом, деревянный. Вот тут какой-то каноничный сталинский домик с бельем на окнах и который топился когда-то печкой. Видите? Печная огромная труба. Раньше весь этот дом отапливался через нее. А внизу или сбоку была эта котельная. Вот так раньше и жили. Симпатичные занавески. Зашел в какой-то дворик, застроенный сталинскими домами 50-х годов. Такая грушевская осмоловка. И меня привлекли вот эти разные сараюшки, сделанные из говна и палок. Там, видимо, до сих пор хранится всякое разное полезное. Есть даже вот такие двухэтажные сараюшки. Такие боксы, где взять какой-нибудь, залезть туда и посмотреть, было бы просто мечтой моей жизни. Я думаю, там хранятся всякие и старые керосинки, и утюги, и прочие раритетные вещи, которых нам так не хватает. Так как одна дверь подъезда приоткрыта, я просто вам покажу, как он выглядит. Здесь деревянные ступеньки до сих пор. Я думаю, тут ход на крышу, но тут его нету. В общем, здесь из интересного только вот эта деревянная лестница с хорошим шагом в ступенях. Прям таким, как хочется идти ногами. Да, симпатичный. А вот еще окошко над сталинском двухэтажном домике, где прямо под окном справа и слева прибиты не кондиционеры или тарелки параболические, спутниковые, а вот такие милые скворечники на как минимум три семейства птиц. Вот видите, люди вешают и такое на свои дома. По-моему, это красиво. И вот еще одна заброшка на Грушевке в конце улицы Степана Разина. Ребятки, а это был Вечерний садовой канал, где обозревают заброшки и всякие необычные здания. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, оставьте комментарий. Ну, а если вы смотрите без подписки, то просто подпишитесь. У нас на канале много разных интересных жилых и нежилых зданий. Смотрите. Всем пока. Вечерний садовой. Вечерний садовой.